По поводу вот этих, их тоже Невзоров. Слушайте, ну Невзоров последние несколько недель выдал несколько шедевров. В частности, вот это слово «путь домойки». Вы слышали слово «путь домойки»? Дело в том, что движение этих девушек, которые просят у Путина вернуть их мужей и сыновей с фронта, у них движение называется «путь домой». И Невзоров их прозвал «путь домойки» этих девушек. По-моему, смешное название, реально такое, знаете, принижающее несколько их статус. «Путь домойки». Смешно. Эти «путь домойки» вышли в очередной раз на Красную площадь. У них ритуал состоит в чем? Они раз в неделю, по-моему, по субботам или когда, выходят на Красную площадь и возлагают цветы к могиле неизвестного солдата. Вроде как все легально. В этот раз то же самое делали. Пришло их уже несколько сотен, кстати. Но там пришли еще корреспонденты разных изданий, которые стали все это снимать и фотографировать. Это не понравилось мусарне русской. И русская мусарня забрала этих корреспондентов и несколько «путь домой» их тоже забрали в тюрьму. Ну, не в тюрьму, а на тюрьму. И не на тюрьму, конечно, а в участок, по крайней мере, взяли. «Путь домойки» и опять про Путина. Конечно, опять про Путина. Да-да-да, я знаю, это блог весь про Путина сейчас. Я хотел продолжить тему Путина, потому что там есть еще одно интересное начало. Не только история про фальшивый или настоящий Путин, фальшивый или настоящий паспорт. Там есть продолжение интересное. Вот собрались эти «путь домойки», продемонстрировали, как в тюрьму завезли, кто как. Ну, несколько из них пошли в приемную кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича. И одна из них по имени, по-моему, Кристина, если не ошибаюсь, потом, выйдя из этого приемной Путина, рассказала такую историю. Говорит, я пришла. Я говорю, мужа моего вернете? Хочу, чтобы вернули мужа. Тебе говорят, ну, мы же не знаем, мы же всего лишь приемная, мы же чего? Она говорит, а это предусмотрено согласно программе? Когда, согласно программе, Владимир Владимирович Путин собирается вернуть тех, кого он мобилизовал на войну в Украину? Когда он собирается их вернуть домой? Вот по программе кандидатов в президенты Путина это когда? Хороший вопрос. Когда? Ведь должно же это быть в программе. А они все почему собирались вчера? Потому что было 500 дней со дня мобилизации. То есть те, кого тогда мобилизовали, служат 300 дней. На что ей сказали? А мы не знаем. На что эта девушка Кристина говорит? А ну, я программу покажите. Программу кандидатов в президенты Путина Владимира Владимировича. Покажите программу. Вот, Ксения уже смотрела этот кусок. А программы нет. Нет программы, говорят ей. У него нет программы у Путина Владимира Владимировича. Ей сказали, вы знаете, он же недавно зарегистрирован как кандидат в президенты. Программу еще написать не успели. Представляете себе? Мне кажется, это хороший способ их бить реально. Слушайте, ну я сейчас имею в виду. Вот смотрите, да? Те люди, которые вот так действуют, которые приходят, одни говорят, а ДНК-тест проведите. Други говорят, программу покажите. И вдруг выясняется, что фуфил, пустое место. И дальше эта девушка Кристина на этом не остановилась. Она говорит, а подождите, вы же собрали за него 2 миллиона подписей? Да, говорит, собрали. А как люди подписались 2 миллиона раз, если они не видели его программу? То они под чем подписывались-то? Ну согласитесь, хороший вопрос. А под чем подписывались эти 2 миллиона человек, если программы нет? Вот тот же этот, не этот, Надеждин, да? Мы его не любим за его выступление и за его тезисы. И справедливо не любим. Собирается продолжать оккупировать Украину. Сегодня только уже опять сказал, что нет, говорит, Крым совершенно нереально вернуть. Бла-бла-бла и так далее. Но он хотя бы, когда он выдвинулся и пошел собирать подписи, он опубликовал манифест, манифест на своем сайте. И там, по крайней мере, было понятно. Полит заключенных освобожу, это сделаю так. Украине предложу переговоры, стрелять, там что-то еще. И, кстати, он сказал, бойцов СВО отправлю домой, написал он. То есть там было понятно, а Путин непонятно. И знаете, что ответили этой Кристине там? Сказали, не, ну может ему просто доверяют. Это такое типа, а-а-а, то есть я просто доверяю ему. А какая разница, какая у него программа? Но это означает, что 2 миллиона даунов подписались за него. Что, конечно, и так было понятно. Но теперь это официально зарегистрировано. 2 миллиона даунов проживают в Российской Федерации. Куда ООН смотрит вообще? Хотя меня просили даунов не обижать. Дегенератор, дегенератор. 2 миллиона дегенераторов проживают в Российской Федерации. ООН должна заботиться этой проблемой. Это же проблема медицинская совершенно. 2 миллиона дегенераторов подписались под программой кандидата, которую они не то, что не читали, а которая не существует. Вот такая история. В общем, мне понравился вот этот способ давления сейчас. Все-таки вот эти выборы, они понятны, что не выборы. Мы можем тоже много про это все говорить. Но какое-то давление на систему путинскую это создает. Глядишь, где-то да прорвется. Может же быть, знаете, может быть. То эти мрамойки, как они, не мрамойки, не посудомойки, а путь до мойки. То путь до мойки, что они там вякнут, брякнут. А когда их начнут за волосы тягать в автозаке, что там начнется, мы не знаем. А глядишь, у них же у всех мужья-то на фронте, правильно, с автоматами калашников бегают туда-сюда. А может, сообразят эти мужья и пойдут защищать своих жен в Москву. Такое может быть в теории, давайте так скажем. Вот представьте себе, что вышло не 200 женщин, а 5000 женщин, у которых отобрали мужей, детей. Вышли 5000 женщин, а их мусарня нахлобучила. И 5000 мужчин с оружием выдвигаются с Донбасса, выдвигаются из Крыма оккупированного и идут в Москву. Потому что у них появляется причина. У них появляется причина. Вот поэтому мы про все это разговариваем. Такое, в принципе, быть может. На этой неделе мы... Заканчиваем с Путиным. На этой неделе я вам очень благодарен за то, что вы сделали. Вы собрали больше чем... Примерно 250 тысяч гривен. 250 тысяч гривен было собрано на маскировочные сети, которые делают девушки из Запорожья. Всем спасибо большое. Я вам отчитался уже по свечам. Вот я же сегодня ходил в оперу, кстати. Как я начал свой выпуск с того, что я сегодня ходил в оперу. И там все в курсе, что мы с вами сделали. Там я имею в виду прям служащие оперы подходили, говорили. Про то, что они там всей оперой, если вы еще не видели в пятницу, все народные артисты, оперы, делали окопные свечи для наших бойцов. Я хочу сказать пару слов буквально о наших благотворительных проектах, о том, что вы делаете донаты. Дело в том, что из-за того, что в последнее время вы стали очень много донатить, прям реально много, то у меня количество обращений резко выросло. И я их, конечно, не могу всех удовлетворять. И мне многие пишут письма. Я не могу объявлять сборы регулярно, часто и так далее. Это невозможно. У всех свои тоже финансовые есть обязательства. Тем более некоторые у нас не сдержанные люди и пишут прям, я все пожертвовал, все деньги. Ну, давайте все деньги не будем жертвовать. Это не самое такое. Ну, просто реально девушка написала, я пожертвовала все, что есть. Ну, зачем жертвовать все, что есть? Я так никогда не просил. Значит, пишут многие, пишут все больше и больше. Во-первых, есть у меня теперь некая очередность. Во-вторых, я придумал одно новое, знаете, такое правило, что для нас всех. Мне кажется, это подходит по духу канала «Шетельма». Во-первых, как я уже говорил, я откликаюсь только тогда, когда пишет сам автор проекта, инициатор. То есть вот некоторые пишут так. Смотрите, Михаил, обратите внимание. Вот там есть хорошие люди, они что-то делают хорошее. Нет, так мне вообще не годится. Потому что, когда это пишет сам человек, что мы делаем вот свечи, да, мы делаем свечи, то этот человек говорит, соберите, пожалуйста, нам донаты, нам нужен парафин, мы делаем свечи. Тогда я этому человеку говорю, так, отчетность нужна, вот это, фотографии нужны то, все, пять, сеты. А когда вы про кого-то третье лицо некое мне рассказываете, пишете, что вот, посмотрите, там люди хорошее дело делают. Так мне не подходит. Потому что если это делаете не вы, то нет, так не годится. Нужно, чтобы сам автор проекта, сам и обращался. С вас же я отчета не потребую, вы же не сможете отчитаться, вы же за это отвечать не сможете потом за эти деньги. Вот. Поэтому так не предлагайте, пожалуйста. Только то, что вы делаете сами. Это первое правило. Второе правило. Я понял уже, что у нас общего среди всех проектов, на которые мы с вами донатили. Мы донатим тем, кто что-то делает. То есть мы не донатим, чтобы что-то купить, куда-то отправить. Мы донатим все время тем, кто дальше что-то с этим делает. Вот парафин, люди делают свечи. Сетки маскировочные, люди работают, и мы им только даем материал для работы. Мы поддерживаем тех, кто сам что-то делает. Например, даже когда помогали мы, помните, животным пострадавшим в Херсонской области, когда взорвали русские дамбу, то мы помогали людям строить, конкретно, вот я туда съездил, и я видел, как они строят эти ячейки для котов и собак. То есть они физически это строили, и мы давали им деньги на стройматериалы для этого. А не просто куда-то там эти деньги ушли. Вот это важно. То есть не надо писать, задонатиться, мне нужно купить там котел, отправить в армию. Я понимаю, что в армии нужен котел, но мы собираем, вот у нас на канале Штельман, только тем, кто что-то делает своими руками. Ну такое у нас хендмейт, хендкрафт и так далее. Значит, борщ, так борщ тоже самое, Виктория. Мы давали, собирали на брюку, свеклу, хрен и коробки. Понимаете? А там женщины стоят и целыми днями работают. Мы же им не зарплату платим, они же бесплатно все это делают. Мы им на то, чтобы они смогли из этого что-то сделать. Вот такие примерные правила. Такие примерные правила постепенно образовались. Сейчас у меня сегодня есть просьба маленькая, ну такое предложение даже точнее, но только сейчас к Одесситам оно будет, только к тем, кто из Одессы. Не обязательно живет в Одессе, возможно уехал в Одессу. Сейчас расскажу, что случилось. Короче, если вы помните, те, кто внимательно с первого дня смотрит за каналом Штельман, несколько раз я выступал с такой инициативой, ну прям это была моя оригинальная идея. Я сказал, надо, чтобы эта война не была забыта, чтобы мы помнили, что с нами происходило и кто с нами это делал. Откуда у меня такая идея, скажу. Я вот рос в городе Ленинграде, я ходил по Ленинграду по центру города и там на каждом втором доме была надпись. Этот дом был обстрелян немецко-фашистскими там агрессорами, тогда слова агрессора не было. Вот там это осколки от немецкой бомбы. Было прямо написано. Памятник стоит, Анечков мост, Кони, Клотта, да, все эти дела и на монументе выбоины. И написано было, а я каждый день туда, я ходил туда два раза в неделю в этот дворец пионеров, поэтому там все время бывал. Написано, это выбоины от вражеской бомбы, которую немцы сбросили такого числа. И тогда я знал, что воевали мы с немцами, с немецко-фашистскими захватчиками. И я сказал, что мы не должны забывать это в Киеве, в Одессе, во Львове, мы не должны это забывать. И чтобы следующее поколение тоже это помнили, нужно, чтобы я сказал, на каждом месте, где погибли люди, вот перекресток в Киеве, где там на углу Владимирской и Шевченко, погибли люди в пробке, стояли, ракета прилетела, 10 погибших. Или на вокзале погибли в Краматорске. Вот надо, чтобы в каждом месте была про эту табличку, сказал я. Чтобы каждый дом, который подвергся разрушению, дом мы восстановили. Но надо, чтобы было написано, что сюда прилетела такого числа российская ракета. Во время войны, в таком-то году, такого числа. Мне кажется, это важно, как память. И этим можно заняться, я сказал, сейчас, пока мы все живы, я это помню. И что вы думаете? Одни люди в Одессе прямо реально этим занялись. Они мне написали много писем, я с ними переписался, пообщался и так далее. Значит, эти люди в Одессе, человека зовут Вадим, нет, извините, нет, это не то, простите, сори, я не отсюда, Сергей, Сергей, значит, у них организация, которая называется Литеры в месте, то есть буквы в городе. Они в этой организации занимаются много чем, и украинской памяти там и так далее, и так далее, какие-то плакаты делают, но они подхватили вот эту инициативу, мою идею, делать таблички на разрушенных домах, на домах, которые подверглись разрушению. Они посчитали всю статистику, сколько там, значит, домов в Одессе уже пострадало. Значит, что пострадало в Одессе 284 жилых дома от российских бомбардировок и обстрелов, 284 жилых дома и десятки нежилых. Они сейчас планируют развесить таблички, они уже несколько табличек повесили, но хотят повесить таблички на 50 домах. Скромные таблички о том, что, ну, такие официальные, они согласовываются с мэрией и так далее. Вообще, этих людей что заинтересовало эту организацию? Вот этот парень пишет, говорит, вы знаете, я ходил на экскурсию, это было чуть раньше, но уже во время войны, и там говорили, экскурсовод, например, муниципальный экскурсовод, говорил, ну, вот там что-то Одесса всегда была русским городом, что-то такое. Я, говорит, это услышал, написал жалобу в мэрию, говорит, и русский город Киев, и русский город Чернигов. Я написал жалобу в мэрию и отослал, пишет он, различные ведомства, и после этого конкретно, говорит, эта дичь прекратилась, но общий фон, говорит, несколькими жалобами не исправишь. Все равно есть еще люди, которые придерживаются мнения, что это русский город и так далее. И вот они, эти ребята, расклеивают, ну, расклеивают, это профессионально изготовленные художниками, красивые, художественно исполненные таблички, согласованные, естественно, с мэрией, и не на архитектурных памятниках. Вот они планируют повесить 100 табличек, и дальше он предлагает следующее. Он хочет, говорит, мы там денег вообще почти не надо. На все эти 50 табличек нужно 7,5 тысяч гривен всего. Но в чем идея этих ребят, этих художников, Сергея Ровенского в частности, мы, говорит, хотим, чтобы это стало общественным достоянием, общественным проектом, чтобы в этом приняло участие как можно больше одесситов. Поэтому они пытаются собрать эти 7500 гривен именно с большого числа людей, чтобы, грубо говоря, люди дали по 50 гривен или по 20 гривен и просто стали, как бы, чтобы это стало народной инициативой. Им это важно, потому что им для этого нужна поддержка мэрии, они скажут к мэрию, нам тысяча человек дали по 10 гривен, понимаете? Это значит, не они, группа художников, а тысяча одесситов настаивают на это. Вот такое предложение от Сергея к одесситам. Они собрали из 7500 уже, по-моему, 1800 гривен, а всего им нужно 7500 на всю эту историю, то есть, согласитесь, прям не очень много. И я поэтому для тех, кто из Одессы, кто поддерживает, хочет поддержать этот проект очень маленькими, ну, совсем маленькими, символическими, 20 гривен, 30 гривен, 50 гривен деньгами, я для вас разместил внизу, в описании, называется только для одесситов банка, и вот туда предлагаю, кто готов туда задонатить. 1910 они собрали, 7500 это все, что они хотят собрать, потому что сама табличка стоит, по-моему, 100 гривен, сейчас вам зачитаю, он, кстати, написал прям подробности все. Значит, всего они хотят повесить 50 знаков, изготовление одного знака, качественная фактурная печать на композитном материале стоит 100 гривен, монтажные материалы там что-то 40 гривен, ну, в общем, вы поняли, да, там реально 150 гривен за знак, вот, так что если есть одесситы, подчеркну одесситы, которые хотят стать частью вот этого одесского комьюнити по увековечиванию памяти, даже не людей пока, хотя бы зданий, разрушенных россиянами, вот туда, вот туда, вот туда. Все, закончил с этой темой Одессы, и правила, надеюсь, вы поняли мои правила по поводу любой благотворительности. Пусть пишут те, кто сами ей занимаются, когда вы что-то делаете, мы готовы дать вам материалы и так далее, и так далее, вот. Да, еще скажу сразу, я там многим ответил, что больших сборов донатов в ближайшее время быть не может, потому что только что все отдали кучу денег, и, естественно, не может люди каждую неделю это давать. Так, по поводу, кстати, вот из комментариев ваших к пятничному выпуску. Хороший мне очень понравился комментарий, просто обязан я зачитать его. Это по поводу свечей, которые изготавливают в опере. Ой, я обязан зачитать, но самому стыдно. Почему стыдно? Потому что юзер, ну, человек, который это написал, его зовут Содом Энд Гаморра. Ну, простите, это такой юзернейм, я ни при чем здесь. Но комментарий он оставил душевный. Когда артисты отливают окопные свечи для защитников, это действительно народные артисты. Во всех смыслах у меня больше не возникает вопросов к этому званию, пишет Содом Энд Гаморра. Вот такая народная реакция на народное действие действительно настоящих народных артистов. У нас еще впереди тема, которую мы хотели обсудить. Это то, сколько радости принесли нам летчики стратегической, летчики. Кстати, за это время, что мы с вами говорим, уже одну тысячу гривен одесситы, я вижу, собрали. Я, кстати, вот сейчас буду следить. Я предупрежу, что больше не надо, потому что больше тем 7500 просто не нужно. Поэтому я сразу остановлюсь, скажу, стоп, хватит, если я увижу, что все уже все задонатили. Я одновременно слежу за банкой. Итак, хорошая новость пришла, как вы знаете, из города Энгельс. Вот учили мы с вами Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И кто мог знать, что мы будем ждать из Энгельса хороших новостей? Ну-ка, ваши комментарии. Хорошая идея с QR-кодом на табличках и фотопоследствий. Хорошая идея, Лена, согласен. Ведь правило хлопцам гроши, пишет Марина Глазунова. Спасибо большое. А на фронт деньги уже не нужны. Почему не нужны? Нужны, конечно. Кто сказал, что Анатолий, что на фронт деньги не нужны? Деньги везде нужны. Вы знаете, мне пишут люди с самыми разными просьбами. И про то, и про это, и про это, и про это. Я не могу просто, ну, а что я должен? Всем сказать, все на все жертвуете. Так не получится. Отбираю проект. Да, на фронт деньги нужны. Но вы считаете, что сохранение памяти об этой войне это не важно? Сохранение памяти об этой войне важно, потому что иначе она повторится снова. А это не должно повториться. Мы должны помнить, с кем мы воевали, против кого мы воевали, кто пришел к нам в качестве агрессора. Это очень важно. Это очень важно. Чтобы никто больше никогда не вздумал сказать нам Одесса русский город. Понимаете? Одесса украинский город, в котором говорят на русском языке, в том числе очень многие. Я же, видите, на русском разговариваю, у меня нет вопросов. Война выигрывается не только на фронте. Война выигрывается и на фронте, и в тылу, и в политике, и в экономике, и на каждом рабочем месте. Мой дедушка родной в блокадном Ленинграде делал снаряды на заводе Карла Маркса. Он не был на фронте. Он снаряды делал. Его не взяли на фронт, потому что латыш. А латышей тогда в начале войны не брали на фронт. А потом он уже стал ударник коммунистического труда. Поэтому победа, она в войне обеспечивается много чем. Блин, ну такой ерундой, пишет Наталья. Ну кому ерунда? Кому как? Я что, кого-то подождите? Давайте так. Я же сейчас никому не сказал, вы обязаны или что-то такое. Кто-то считает это ерундой, кто-то считает не ерундой. Я не считаю. Мало того, это, как вы помните, была моя идея, я сам сказал. Это важно. Народная память, это важно об этой войне. А что мы хотим? Ходить потом по Киеву, чтобы никто не помнил, что война была? Ну представьте себе, что война закончилась. Мы хотим ее забыть сразу? Мы хотим ее забыть сразу или помнить? Помнить каждого, кто нас защищал, помнить каждого героя. Мы хотим видеть памятники нашим героям или не хотим? Я хочу. Я хочу, чтобы улицы назывались в честь наших героев. Хочу. Вот у нас метро называется Площадь Украинских Героев. Это уже в честь, а была, а называлась Площадь Льва Толстого. И это уже в честь героев этой войны названа. А вы говорите, ерунда. Виктор говорит, 7 тысяч гривен это копейки, а дело важное. Да, так тут же и идея не ради денег. У этих ребят у них, кстати, свои деньги есть. Ну реально, по-моему, они же художники какие-то известные. Они, их идея, чтобы как может, чем больше одесситов в этом поучаствовало, тем больше у них аргументов, когда они разговаривают с одесской властью. Потому что когда дойдет памятник в архитектуре, до чего-то, им понадобятся разговоры с властями, им нужно утверждать внешний вид этого всего и так далее. Они, кстати, хотят распространить это на всю страну, но это уже другой будет проект, это уже будет не к нам. Наше дело это все запустить. Правильно нужно формировать культуру памяти. А как же шкура неубитого медведя, спрашивает Никодим. Ну Никодим, а вы что предлагаете? Готовиться к поражению или к победе? Давайте так. Ну вот серьезно. Мы должны составлять план на то, что мы будем делать после победы или план на то, что мы будем делать после поражения? После поражения план простой. Я могу вам его за две секунды рассказать. Вы его и сами знаете, правильно? Если сюда придут россияне, вот тут вокруг на улице Киева придут российские войска. У вас есть сомнения по поводу того, какой будет план или нет сомнений? У меня нет сомнений. Цель нынешней Российской Федерации уничтожить украинский народ. Об этом сказал второе лицо Дмитрий Медведев. Сказал, мы убьем каждого, он сказал. Либо ты становишься россиянином, либо мы тебя убиваем. Выбора не будет. Поэтому план поражения у нас есть. А мы составляем план победы. А план поражения нам не нужен. Простите, пожалуйста. В Харькове тоже необходимо такой проект запустить. Александр, пожалуйста, напишите этому человеку. У них есть дизайн, табличек, все. Собирайте там в Харьковскую общественность. Видите? Я же говорю, тут главное запустить. Я, кроме того, что вам рассказал про этот проект, и, возможно, вот вы сейчас уже там помогли, вот вы уже собрали тут две... А уже, слушайте, осталось всего 500 гривен собрать, и сейчас мы закроем сбор прямо, да? Вот. Я свое дело сделал. Я про этот проект рассказал. Я про этот проект рассказал. Дальше в каждом городе инициативная группа вперед. Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, что больше прямо не надо пожертвований. Серьезно говорю. Все. Уже 7 тысяч. Я думаю, те, кто вот сейчас уже ввел номера карточек, вы уже не прекращайте, там, жмите до конца. Но больше не надо. Правда. Все. Вот 7,5 тысяч на этом закончили. Так что это был мини-сбор только среди одесситов, и более чем достаточно уже. Всем спасибо. На протезы для воинов. Слушайте, Яна, на все надо. И на протезы надо, и на все надо. Для протезы я вам по результатам, кстати, прошлого стрима, помните, когда ребята из Миннесоты выступили? Я ждал ссылку на Миннесоту, на фонд этот в Миннесоте. И там, кстати, не только можно жертвовать, там можно еще и наоборот обращаться. То есть украинцы, которым нужны протезы, кто пострадал на войне, могут туда еще обращаться. Я понимаю, что там очередь наверняка и так далее. Но я там дал координаты, куда обращаться. Вы воспринимаете слова алкаша Медведева всерьез, спрашивает меня Дерри Венксель. Рассказываю вам, рассказываю. Конечно, да. Конечно, да. А что вы думаете? От того, что он алкаш? Да, все, сбор закончен. Уже 7600. Все. Больше, пожалуйста, Одесса, больше не жертвуем средствам. Значит, конечно, всерьез. Это второй человек в иерархии. В России есть иерархия некая. Можно разных людей ставить на второе место. Но давайте так. Есть тот орган, который руходит этой войной, называется Совет Безопасности России. В нем есть председатель Путин Владимир Владимирович. Есть зампредседателя Медведев Дмитрий Анатольевич. И есть секретарь Патрушев, не помню, как его зовут. Фигал Фигалыч. Значит, Дмитрий Медведев второй человек. Дальше есть комиссия по вооружениям, которая занимается вооружением для этой войны. Председатель комиссии Путин Владимир Владимирович. Зампредседателя Медведева Дмитрий Анатольевич. Поэтому да, я всерьез отношусь к его словам. А к чьим словам я должен всерьез относиться? Не, ну серьезно, к чьим? К надежде на словам я должен всерьез относиться? К чьим? К тем, кто принимает решения. К тем, кто сидит в Кремле и управляет этой страной. К слову президента, главы ФСБ, или как у них называется. Вот Совета Безопасности. Вот к этим людям я должен всерьез относиться. Они принимают решения. Других нет. Это они принимают решения о войне. Это они на нас напали, они принимали решения. Это они главные военные преступники. Во время суда Медведев будет повешен вторым после Путина, понимаете, вторым. Но Путин не доживет, как мы догадываемся, а Медведев может. Поэтому да, всерьез отношусь. И я такой не один. Джо Тарасович Байден, когда выступал со своей исторической речью после нападения Хамаса на Израиль, сказал, что Хамас и Путин это одно и то же, и в доказательство приводил цитаты из Медведева, из телеграм-канала Медведева, потому что он всерьез относится. к Медведеву. И поверьте, в любой стране, любой политик всерьез относится к Медведеву. Он бухает. Ну блин, а Гитлер собак ел, и что еще? Ну я шучу, конечно. Не ел. Этот бухает, этот на наркотиках торчал. Это что-то меняет от этого? Он принимает решение. К сожалению. Вот вы иногда читаете и думаете, что ну это же бред, но это же не по-настоящему. Я вам, знаете, сейчас зачитаю. Мы еще дойдем. Давайте. У нас очень мало времени осталось. А нужно одно отпраздновать то, что произошло в Энгельсе, а одно я вам должен зачитать. Я сейчас зачитаю. Это прям в каком-то смысле ответ на ваш вопрос. В каком-то смысле, конечно, далеко. Вот давайте так. Значит, новость такая, что в РПЦ, Российской Православной Церкви, призвали женщин больше рожать, чтобы было кому воевать. Настоятель храма, какого-то там образа спаса нерукотворного усть-кута Олег Зирянов. Не знаю. Извините, был такой футболист Зирянов. Этого Зирянова не знаю. Ну неважно. Сказал, что функция женщины рожать, а функция мужчины быть воином. В Иркутске прошел какой-то круглый стол по вопросам демографии. Это, заметьте, государственный круглый стол, муниципальный, да? Да. Священник затронул широкий круг проблем. В частности, сказал, что Россия сегодня находится на переднем плане борьбы с антихристом, сказал священник. А мировое зло заключается в нарушении традиционных ценностей. Зирянов вспомнил, что на его памяти, если женщина ходила без платка, ей говорили «ты опростоволосилась», а сын, который приходил с армии, не мог покурить при отце. А к нерожавшей женщине относились соответственно, как говорит Зирянов. Ну такой вот сексизм, да? По мнению священнослужителя, необходимо изменять общество в его отношении к греху. Мы очень ориентированы на Запад, к его так называемым ценностям, хотя ценностей тех там и нет. Вот заметьте, человек, видимо, посмотрел фильм «Мастер Маргариту», где, помните, Берлиоз учит поэта бездомного, говорит, «ты, говорит, написал поэму про Христа, говорит, очень качественную, конечно, Христос у тебя предстает персонажем ничтожным, абсолютно никудышным, но он у тебя живой человек, а Христа никакого не существовало, ты докажи в своей поэме, что его не было вообще». Вот так и здесь, он говорит, «мы, значит, во всем виноваты западные ценности, говорит священник, которых при этом не существует, нормально вообще, не существует при этом ценности, но виноваты они. И дальше, говорит, надо, чтобы, значит, женщины срочно рожали, понимаете? Срочно рожали, иначе кто будет воевать, кто будет вставать за наш русский мир, если не будет у нас рождаемости? Почему, говорит, молодая девушка делает аборт? Потому что так делают, это можно, это не так зазорно, надо изменить к этому отношение, бла-бла-бла-бла. Вот православная хрень, правда же? С антихристом они воюют, во всем виноваты западные ценности, и вся эта гомосня, правильно? И великий русский народ воюет с антихристом. И мы с вами читаем здесь, вот мы сидим, разумные люди, на канале Шетельман, слушаем это и говорим, бред. Я говорю бред, вы говорите бред, и мы все правы. И мы все правы, что это бред. Это бред, но это настоящее. Это сейчас в России стало мейнстримом настоящим. Вы знаете, что когда была Вторая мировая война, то люди, уехавшие из Германии, они говорили, не, ну не может быть, что немцы по-настоящему в это верят? Ну во что немцы поверили? В то, что их предки из Индии вот с этими хоругвами и с этими символами свастники пришли, и что они арийская раса какая-то другая? Они в это поверили? Немцы? Ну сегодня-то из сегодняшнего дня. Мы знаем, что да, немцы в это поверили. Оставьте лайк, пожалуйста, за это неприличное слово, которое я употребил, я рискую, да, ради художественного образа. И подпишитесь на канал Шетельман. Ну ладно, я уж просил. Они в это поверили, немцы. Сегодня нам трудно поверить, что в России в это верят, но это так. Нам трудно поверить, что Медведев у них народный герой, но это так. Нам трудно поверить, что Медведев озвучивает чаяние большинства населения России. И вы говорите, он алкаш. Так большинство населения России так же думает. Большинство населения России думает, что они несут православные ценности, борются с Антихристом, с НАТО, с гомосексуализмом и с однополными туалетами. Большинство населения России в это верят. И то, что вы в это не верите, не делает их менее опасными. Не делает их менее опасными для нас. Мы должны понять, наконец, с кем мы воюем. Что да, они все это по-настоящему, они не шутят. Они не шутят, когда все вот это рассказывают. Про вот это, рожайте детей, чтобы они воевали, судьба русского человека воевать и так далее. Они все по-настоящему, по-настоящему. Это трудно поверить. Я знаю любому, кто когда-нибудь был в России лет 20 назад, трудно поверить, что до этого дошло. Но это правда все. И это будет только хуже пока что. Лучше не будет, пока есть там путинизм. Это трудно в это поверить. Но мы должны каждого, кстати, на Западе начали это понимать. Но тоже только начали. А мы их должны убеждать, показывать. Вот все такое. Вы берете, вот вы, я уже забыл простить ваше имя, но ради бога, простите. Виноват, да? Вот вы написали просто, что вы всерьез относитесь к алкоголику Медведеву. Вы должны не отметать это, не сказать, что какой-то алкоголик сказал, а взять вот ту страну, где вы живете. Я не знаю, где вы там, не знаю, в Японии. Переведите это на японский, отправьте в японскую газету, если есть такая возможность. Вот смотрите, что говорит второе лицо Российской Федерации. Распространяйте это, пользуйтесь тем, что у них такие дегенераты во главе страны. Распространяйте эти сведения, не прячьте их, не отмахивайтесь, не говорите, ну что вы, ну это же не серьезно. Это серьезно. Как сказал один известный, ну не буду говорить кто, потому что это было в личной беседе политик в Израиле. Говорит, что приятно, он такой был, старый школа еще, такой закалки старый, говорит, что приятно, когда имеешь дело с этими, с тиранами и деспотами, и как это называется, с автократами и так далее, с диктаторами. Приятно то, что они вот что думают, то они имеют в виду. То, что они планируют, они про это и говорят. Это в политике, в такой демократической стране, в американской, тут я не договорю, тут это я перед выборами сказал, после выборов не вам по-другому скажу. А эти прям так и говорят, мы всех убьем, говорит Медведев, всех. У каждого украинца встанет вопрос, либо мы его уничтожим, либо он станет частью большой страны, которую он сегодня ненавидит. Это слова Дмитрия Медведева. Да послушайте, Путин, он говорит то же самое, только чуть-чуть другими словами. Но он же говорит, это наше завоевание, мы их не отдадим. Надо ему верить, не надо думать, он собирается на переговоры. Он же сказал, это завоевание, мы их не отдадим. 22 тысячи человек нас сейчас слушают. Вот даже Надя из Каира, она из Мариуполя сама, сейчас проживает в Каире, потому что Мариуполь разрушен. И все, что там Хуйнулин рассказывает, что это восстановлено, восстановлено для каких-то других людей, которых понавезли из России и даже из Центральной Азии. Но хочется заканчивать. Все-таки мы подбираемся, подбираем Мариуполь-Россия. Так, сейчас забаню, кто это написал быстро. Вот у нас с этим просто, знаете, человек, который написал Мариуполь-Россия, заблокирован навсегда. Звали его, знаете, как? Ху-ху-ху-ху-ху. Не, серьезно, у него ху-ху-ху-ху-ху. Вот какое имя, такое и человек, понимаете? Так, не просто хорошая идея, а гениальное спасибо, говорит Лилия Соловей. Спасибо, Лилия. Михаил, японцы следят за их речью. Да, я уверен, что следят. Еще раз, на политическом уровне я уверен, что следят. Не надо отмахиваться. Политики следят. А уж японцы, кстати, тем более. Потому что, ох, в Японии сейчас не любят Россию. Был же тут опрос, больше, чем 90%. Больше, чем 90% наследия Японии. Не любят Российскую Федерацию сегодня. Да, и, кстати, японцам есть за чем следить. Медведев же на Японию наехал, правильно? Он сказал, мне плевать на их чувства, что-то такое. Или там насрать. Не помню, честно говоря, как он сказал. На чувства японцев. Понимаешь, у них тут какие-то чувства. Кто они такие, эти японцы? Чтобы я, понимаешь, учитывал их чувства. Вот такое было заявление от Медведева на этой неделе. На этой неделе. Скоро будете когти рвать с Мариуполя и кредиты платить до конца жизни, говорит Вита тем россиянам, кто приехал в Мариуполь. Что правда, то правда. Что правда, то правда. А по поводу японцев, кстати, я помню, 2002 год, чемпионат мира по футболу. Был я в Японии. Ну и так как жил на улице, то общался много с людьми. В паровозах всяких детских. Приходилось общаться с японцами. Они английского, ну, никто не знает. В Токио в центре знают, в магазине. Но как только, а я в разных городах был, в Хиросиме, Киото. Никто по-английски не говорит. И мы с друзьями ездили. С пацанами мальчишник. Мальчишник в Токио, в общем. Я вообще люблю такой формат, мальчишник где-нибудь. И вот у нас был мальчишник в Японии. И мы же, ну, мало слов-то по-японски знали. Только самоучитель какой-то. И они начали спрашивать, а мы из Израиля все были. Все были из Израиля. Но когда мы говорили слово Израиль, ни один японец нас не понимал вообще. Что это такое? Какой Израиль? Я даже сейчас не помню, как будет по-японски Израиль. Но где-то мы нашли в разговорнике или в каком-то словаре. Ни хрена, ни один человек не понимал этого слова. Никто не знал, что такое Израиль. Я, кстати, помню, что, по-моему, на китайском Израиль будет Исале. Исале и Исале, это на китайском. Вот, значит, никто не понимал, что такое Израиль. Пришлось говорить Россию. Ну, потому что что делать? Мы же по-русски между собой говорили. А Руша – это по-японски Россия. Когда говорили Руша, у них отношение было так себе. И когда вдруг мы встретили людей, которые говорили как-то, у нас там корреспондент был газеты, значит, в городе Кобе. И он нас интервью тоже брал. И он по-английски стал с нами говорить. Он говорит, ой, вы из России? Я говорю, да. Ну, потому что что, Израиль не знает же. Говорит, да, это очень обидно. Мы плохо относимся к России. Я говорю, почему? А потому что вы напали на нас в 45-м году. Мы же подписали мир с вами. Мы на вас не нападали всю Вторую мировую войну. Мы вас не трогали, пока вы там воевали с немцами. А вы взяли и напали вероломно на нас. Так еще и захватили наши территории. У нас же был договор о мире. Мы к вам не лезли. Это вы на нас напали. Вот так относится к Японии. Тогда было 20 лет назад. Сейчас, я думаю, все гораздо хуже. Гораздо хуже. Так, Лейла, прекратите писать вот это про конференцию, потому что вы уже написали два раза. Хватит, хватит. Это я сейчас вам, тем, кто в чате. Ну, Лейла, вы уже третий раз. Ну, Лейла, прям, Лель, сейчас уже прекратите. Хорошо? Я не хочу вас банить. Просто перестаньте это писать раз за разом одно и то же. А разве это условие подписи про честь программу? Бинал. Ну, конечно, нет. Но это условие подписи для нормального человека, для здорового психически человека. Ну, как? Вы за кого-то подписываетесь. Вы за кого-то подписываетесь. Ну, как вы подпишетесь, если вы не знаете, что он предлагает? А если он предлагает, это самое, всех бурятов линчевать на Красной площади, отрубить им головы, а вы подписались, это же ваша подпись будет стоять, правильно? Там будет стоять ваша подпись. Вы отвечаете с этого момента за этого человека. Считайте, что вы даете поручительство. Помните, как в коммунистическую партию человек вступал, за него должны были три коммуниста поручиться. А чтобы кандидатом в члены КПСС, там что-то два комсомольца, один коммунист должны были поручиться. А как вы поручаетесь за человека? Ваша подпись, что просто так, это поручительство за него. Вы потом отвечаете за то, что он нормальный парень. К вам потом можно прийти по моральным соображениям и спросить, подождите, вы же подписались за него, вы же знали, что он собирается линчевать бурятов, правильно? Вы скажете, нет, я не знал. А что, вы программу не читали? Чула, ваши подписники вас на вид сходували на зустрече с Фейгином в Америке. Смешно, да. Оказывается, ну это я не знал, что, оказывается, была встреча с Фейгином в Америке, и про меня там вспоминали. Можно ли ваше мнение о Юрии Швеце? Вы знаете, уже нельзя, Евгений, потому что в начале войны я высказывался о нем, а я его год уже не слышал ни разу. Поэтому сейчас что-то говорить. Ну реально, год не слушал. Почему? Ну не знаю, мне эстетически как-то тогда не зашло. Ну я послушал содержательно там, эстетически. Не каждый уже можешь слушать чисто по, не знаю, темпо-ритму, еще чему-нибудь. Так, кого-то там надо банить, понимаю. Кто-то там воскрес, понимаю. Живу в Одессе, никуда не выезжал с начала войны. И, конечно, отправила немного на памятные знаки Одесса, украинский город. Спасибо вам, Елена. Ну я чувствую, там надонатили уже больше, чем, да, спасибо вам большое всем, кто задонатил в любом случае. Вот 10 тысяч. А я говорил, останавливайтесь. Все, нужно было 7 с половиной. Я еще, кстати, возможно, через недельку, чуть-чуть тоже вас попрошу, но это не сейчас. На котиков, на один приют. Уж больно там трогательная история приюта с котиками, но это потом. Это ну потом. Давайте в Энгельс перенесемся. В Энгельс. А, уже 13 тысяч, оказывается, там они 10. Господи, надо же. Вы знаете, что в Энгельсе мочканули летчика стратегической авиации. И вот оставшиеся 5 минут нашего стрима, я хочу отпраздновать с вами это событие. Звали этого человека майор Стегачев Олег Сергеевич. Майор Стегачев Олег Сергеевич командовал стратегическим бомбардировщиком Ту-95, который бомбил дома, города, убивал детей в Украине со стратегического бомбардировщика Ту-95. Был этому человеку лет примерно 40, я точно не помню, где-то я видел про него инфу. Где-то у меня все было, простите секунду. Сейчас, может, найду. Лет 40 было человеку. Он думал, что он служит родине, убивая украинцев. Он совершал военные преступления и думал, что он высоко летает в небесах, и ему все сойдет с рук. Он думал, что он же недосягаем. Что, кто такие эти жалкие украинцы? Я же великий русский летчик. Меня же в небе-то никто не достанет, думал он, понимаете? Вот этот вот товарищ, который нам вовсе не товарищ. Значит, а вот, 1883 года рождения, 23 июня он родился. Точно я угадал, 40 лет. Но это я по рылу ему пропитому угадал. 40 лет ему было. И есть фотографии его с его вдовой. Есть фотографии его с его сиротой, дочкой. Дочка сирота у него теперь осталась. Потому что пристрелили, пристрелили путинского «Сокола» наши агенты главного управления разведки. Сами, правда, они сказали, мы его пристрелили, но точно не знаем, сдох, не сдох. Это позывные, знаете, как это называется? Бывают позывные «свой-чужой», а это позывные «сдох, не сдох». Вот. Нет, 83-й год рождения, июнь, значит, ему сейчас 40 еще было. Умер, скончался на 41-м году жизни от скоропостижных ранений в голову. 7 скоропостижных ранений в голову. Вот. Второй такой случай за время войны, когда именно военных преступников уничтожает наша разведка. Есть случаи, когда просто ликвидировали вполне себе военных. Ну, типа там, вот этого Владлен Татарского. Он просто военный, его просто убили. Это нормально, это война. А тут именно ликвидация точечная военных преступников. Что вот этого, значит, летчика Сту-95 в Энгельсе, что до этого в Севастополе пристрелили, как вы помните, на пробежке спортсменом он был, так сказать, да, командира подводной лодки, который Краснодар она, по-моему, называлась. Он тоже убивал людей в Одессе как раз, запускал ракеты «Калибр» по Одессе, и его пристрелили наши разведчики. Это приятная акция в стиле Моссада, конечно, израильского. Израильский Моссад, напомню, все время был знаменит подобными вещами, когда на Олимпиаде в Мюнхене палестинские террористы напали на спортсменов израильских, убили делегацию израильских спортсменов, там 8 человек, по-моему, то потом все, был сопоставлен список, и Голдемейр приказала каждого уничтожить, где бы он ни находился. Их отлавливали по всему миру и перестреляли всех, перебили просто всех, каждого. И не помню, как операция называлась, уже забыл. И вот сейчас то же самое произошло с вот этим вот летчиком российским. Вы знаете, если бы он дождался конца войны, он бы дождался суда, он был военный преступник, его бы обязательно посадили в конце. Сколько бы ему дали? Ну, 10 лет, максимум 20. Поэтому, если бы он сдался правосудию сейчас, остальным русским летчикам я предлагаю сейчас сдаваться украинскому правосудию. Приезжайте в Украину, вас здесь примут, осудят, будете сидеть спокойно, тепленько в тюрьме. А так вы будете уничтожаться по одному, да еще, знаете, там, а не дай бог, рядом бы оказались ваши родственники, это было бы неприятно, правильно? Поэтому ликвидация летчиков в таком массат-стиле, это прекрасно. Кстати, Украина не нарушила при этом, вот понимаете, Израиль, когда уничтожал так террористов, все-таки нарушал международные законы. Не, я поддерживаю это, но нарушал. А вот Украина не нарушила, украинские воины не нарушили ни одного закона. Объясню, почему. Международное законодательство Женевской конвенции говорит следующее. Если ты, значит, военный, то есть, а он военный, то даже если он не военный преступник, то его можно любым способом уничтожать, любым способом и в любом месте, по месту базирования, в его собственной квартире, можно прийти ночью и вот так, ну, где угодно, если он военный. Но если бы он был работником военного завода, то нет, тогда нельзя, тогда только на самом заводе. Это вот тонкая разница. Надо соблюдать международное законодательство даже в таких ситуациях. Мне кажется, для Украины это очень важно. Поэтому приятно, что вот это уничтожение убийцы, который убил столько людей в Украине, оно произошло все-таки в рамках международного закона, в рамках Женевской конвенции. Да, это приятная, по-моему, новость. Израиль вынужден, да-да-да, я же говорю, я сейчас не с осуждением, я же говорю, я поддерживаю Израиль, но сейчас это произошло. Подрезали путинскому стерху крылышки. Заканчиваю я комментарием Карины. Субтитры подогнал «Симон»!